ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Мероприятие, что такое консультация? Консультация исходит из того, что не преподаватели учатся или учат, а учатся студенты. И студенты сами, так сказать, лучше знают преподавателей, чего они знают, чего не знают. Хотя и будет зачет, на котором проверяется знание, или экзамен, на котором проверяются знания. Но сам студент, который вырабатывает в себе знания по данному предмету, он сам видит, где у него какие-то слабые места, где он еще не понял, не разобрался и так далее. Значит, а преподаватели пытаются потом на экзамене или зачете отловить и, так сказать, воспользоваться этим, чтобы ухудшить оценку, которую они ставят. Поэтому какая-то задача противоположная, потому что преподаватель этих слабые места укажет, ну и, так сказать, все равно дело сводится к тому, что если человек получает тройку или четверку, он потом должен сам это восполнять. Потому что никто с ним уже заниматься по этому предмету не будет, как таковым. А вот консультация, очень важный такой момент, ее нужно, как я понимаю, использовать по максимуму. Во-первых, это тот самый случай, когда вы можете допросить преподавателя, и он не может отказаться ни от какого вопроса. Потому что, скажем, оценивать вопросы – это дурной тон. Что значит? Если я так преподавал, что такие вопросы, ну, значит, вот так преподавал. Вот, и я думаю, что надо исходить не из того, что кому-то там понятно, а кому-то непонятно, а из того, что конкретно данному студенту или данной студентке это непонятно, и надо это и выяснять. Так сказать, если это недостаточно ясно рассказано или неплохо разъяснено, значит, можно попросить еще раз разъяснить получше и уточнить, и конкретизировать и так далее. Вот, я думаю, что вот такого рода подход необходим нам к консультации, и консультации, конечно, очень важный момент. После этого предисловия я теперь жду от вас вопросы и прошу просто сообщить, что у меня в 12 часов короткий звонок в медицинский центр имени Алмазова. Мы прижмёмся на одну минуту, а потом продолжим. Саш, пожалуйста, тоже лайк. Ну, есть вот вопросы, бывают такого типа, что не ясно, а могут быть вопросы такого типа, правильно ли я понимаю. Они так мягко очень входят, где сказать, вот правильно ли я понимаю, если я неправильно понимаю, ну, значит, может быть, вы неправильно объясняли. Вот, правильно ли я понимаю, и так далее. Вот, да. А как будет правильный начёт? Очень просто. Значит, вы выбираете себе из списка вопросов один вопрос, один. И на этот вопрос пишите ответ не более одной страницы. Но если напишите чуть-чуть более, ничего страшного не будет, вдруг вам хочется там завершить. Вот, ну, для ориентировки, порядка страницы. После этого я читаю и, в общем, определяю, насколько, так сказать, это соответствует тому, что изучалось, насколько это глубоко, интересно, содержательно, как правильно ли понимать студент. Значит, если у меня возникают какие-то вопросы, недостатки, я их задаю по поводу этих недостатков. Почему? Потому что можно рассматривать это как форму редактирования. Вот вы написали маленькое произведение, да? Вот у меня есть некоторые вопросы, которые сам же автор должен устранить. Тогда вы идёте обратно, и там сидите, и доделываете. Потом снова приходите, и так до тех пор, пока мы не добьёмся необходимого уровня, необходимой чистоты. Вот и всё. Ну, так вообще все работают. Вы знаете такие произведения, хотя бы на уровне, там, кандидатской или докторской, у которых бы не было недостатков? Таких произведений не бывает абсолютно. Или, скажем, сейчас это редко уже, вот раньше издательская практика была такая, что обязательно был редактор, который будет всё время тут тебе придираться к каждому слову. Ну, ты имеешь право, как автор, не согласиться с этим. Но прежде чем не согласиться, он тебе покажет, что лучше вот так. С чем ты соглашаешься, с чем ты не соглашаешься. А в итоге получается, даже после этой вот дискуссии с редактором, уже и его формулировку не берёшь в свою, а его уже теперь не хочешь брать. Делаешь более интересную, более правильную формулировку. И вот у меня такая была длительная борьба, когда я книгу свою выпускал под докторскую, когда уже в качестве добился я снятия этого, добился того, чтобы редактор у меня уже не редактировал, а занимались двое, значит, зам главного редактора и главный редактор издательства Нина Александровна Захарова. И вот все те вот пункты, которые, по которым мы долго там дискутировали, все эти пункты, они потом интересно читаются. А потом такой мёртвый хвост книги. Мёртвый, потому что он как бы уже всё, они сказали, всё, ладно, да, печатайте. И вот самый скучный у меня кусок, это тот, в котором не было вот такой полеменький. Так что к этому надо тоже относиться с пониманием, что это плюс. У вас был вопрос? Да. Правильно ли я понимаю? Да. Вопросы у нас внутри группы не повторяются. То есть каждый берёт один вопрос и больше этого вопроса не повторяется. Нет, не повторяются студенты, поэтому и не повторяются их ответы. А, хорошо. Правильно. Один и тот же вопрос можно излагать по-разному, с разных сторон. А если он какой-то важный или как раз не понят, или мной плохо изложено и недостаточно хорошо, значит, если он повторяется, ну, значит, есть какие-то на то причины. Вот, я не думаю, что у вас какой-то преступный картельный сговор. Да, колёс. Насколько я помню, вы нам говорили о том, что анализ договора – это будет зачёт. То, что вот мы делаем. Да, говорил. Ну, какой вопрос? Так я ответил на ваш вопрос? Да. Всё. То есть, вы очень, так сказать, удачно задали вопросы, я тоже так же удачно и ответил на него. Так. Поэтому вот хотелось бы спросить, у нас точно будут вопросы всё-таки, которые он будет писать? У вас точно будут вопросы, в группе точно будут вопросы. А что, все разве делали доклад? Ну, практически. Что значит, практически? Вот когда практически, это теоретически, на самом деле. А практически не все. Не все же сделали доклад? Ну да. Ну и всё. Правильно ли я понимаю, те, кто делал доклад, будет автомат? Правильно вы понимаете. Ну, всё. Тем более я надеюсь, что товарищи, которые, так сказать, сознательно относятся к своим занятиям, и которые, соответственно, вот продемонстрировали своё сознательное отношение к тому, понимание, что они обучаются, а они их обучают, и что знания нужны не преподавателю, а студентам, которые эти знания получают, что они используют сегодняшнее наше мероприятие для того, чтобы эти вопросы выяснить. А на зачёте, если кто-то из тех, кто сдавал, сделал доклад, захочет потренироваться, я отказываться от такой возможности не буду. Это не будет, так сказать, влиять тогда уже на зачёт, но посмотреть безответственно, так сказать, на то, это редко бывает. Всё, вот я написал, что скажут, к чему, можно ли к чему придраться, или нелегля придраться. Это же хорошо? Вот. Так. Они готовили вопросы, я понял, много вопросов, поэтому они и не все вмещались, потом некоторые по пути вопросы замёрзли. Очень замёрзли. Выяснилось, что в России, выяснилось, что бывает зима морозная. А злиться? Ну, это сейчас что-то так вот, такие зимы не холодные. Когда я вот... Да, у нас сейчас говорят, что как-то время по-другому повернулось. Да, очень сильно. Это довольно потепление, и мы все умрём. Потому что тенденция стала затяжной осенью. Вот мы... Когда я был ещё не студентом, а школьником, у нас регулярно по радио сообщали, что товарищи родители сегодня 25 градусов. Если больше 25 в школу... У меня только один раз был, я осталась... Нельзя, да, не водите своих учеников в школу. Ну, мы сразу лыжи брали, и... Ну, раз в школу-то не ходить. Ну, вот потом всё реже, реже, а сейчас что-то такие, чтобы 30 градусов было. Я уже не припоминаю в последнее время. Так, ну вот, ещё какие вопросы? Только вы не выдавайте ответ на вот этот вопрос больше никому. Потому что опоздали люди, а кто опоздал, тот не успел. А можно ли рассказать анализ договора, если на прошлой паре не осталось времени? А я... Нет, время всем было. Даже наоборот, были возможности рассказать. Я вынужден был читать лекцию. Так что теперь уже возможности нет. А написать можно. Вы же сами выбираете. Возьмите и напишите такое произведение. Написать. Всё, это и вот вместо того, чтобы брать вопрос, один из вопросов такой. Вот такой вопрос может быть. Анализ коллективного договора. Вы пишите маленькую работу. Вот, но она у вас не уложится, наверное, в одну страницу, пусть будет две. Два, две. Ну, вот, вы написали. Значит, в чём главная проблема? Общих мест не писать. Вы видели, что я всё время очень многим нашим товарищам, которые удачно выступали, говорил, что ну вот вы перечисляете их как достоинство коллективного договора, что в нём правильно сформулированы те положения, которые есть в законе. Ну, это никакое недостоинство коллективного договора. Это то, ещё бы не хватало, чтобы в коллективном договоре что-то было записано против закона. Правильно? Не может быть против. Если бы даже и записано было, то это не имело бы никакой юридической силы, потому что закон выше, чем коллективный договор. Правда? Только в одном отношении коллективный договор выше закона положение работников может быть лучше в коллективном договоре, чем в законе. А другие все пункты, они прописаны в законе. Ещё вопрос? Вы очень исчерпывающе всё объясняли. А? Вы очень исчерпывающе всё объяснили. Да? У нас даже не осталось... Ну, давайте я вас спрошу туда, чтобы выяснить, исчерпывающе или нет. Конфликт что такое? А? Конфликт что такое? А, то есть вы хотите, чтобы мы полтора часа теперь беседовали по этому поводу? Нет, ну, сейчас. Вот я вам задаю вопрос. Вы всё выяснили. Я спрашиваю для проверки. У нас проверка сейчас безответственная же, правда? Сейчас же не зачёт абсолютно безответственная. Вот я и вас спрашиваю. Зачёта нет. Вы можете весь раз сказать, я не готовилась ещё пока. И всё. Отстаньте от меня. И вы будете правы. А сейчас, поскольку вы заявили так, что вот мы уже, у нас всё выяснено. Что такое конфликт? Конфликт это противодействие. Что? Противодействие. Противодействие. То есть вот вы хотели уже убежать, а я вам противодействую и конфликт. А где конфликт-то? Кто тут у нас? На кого разозлился? Активное противодействие между... Активное противодействие чему? Активное действие между двумя или более... Ну вот будете вы мне активно противодействие. Где конфликт? Можно я говорю? Активное действие между двумя или более субъектами, вызванное их не... Как-то... Развитие... Вызванное их не... Как сказать? Не... Вызванное развить... Нет, я извиняюсь, я их интересую. Несовместимостью их интересов, например, нас. Ну, есть активное противодействие, вызванное несовместимость всех интересов. И что? Вот вы мне активно противодействуете. Я пытаюсь из вас вытянуть, что такое конфликт. А вы мне активно противодействуете. Активность ваша состоит в том, что вы выступаете и при этом настаиваете на таком определении, которое не соответствует тому, которое я давал. Это активное противодействие? Активное. И я активно противодействую вам. Вы упорствуете в неправильном, а я вот такой-сякой пытаюсь на вас надавить, чтобы вы убрали не то определение, которое является недействительным и негодным, а взяли бы правильное и хорошее. Это у нас конфликт с вами? А что вы тогда улыбаетесь? Если конфликт, то мы знаете, конфликт – это конфликт. Это конфликт у нас с вами? Или мы ведем с вами… Но эмоционально он начинает обостряться, так что потенциально, да. Как может обостряться конфликт, если его нет? У нас разве есть с вами конфликт или нет? А почему его нет? А потому что у нас с вами разногласия. Обычные разногласия. Спор. Это подходит под понятие спор. Мы спорим с вами. Ну, если бы я был такой преподаватель, который бы считал, что студент не имеет права спорить с преподавателем, тогда мог бы возникнуть какой-нибудь конфликт. Я так не считаю. Тем более, сейчас у нас вообще консультации. Вы хотите узнать, что я отвечу на ваше заявление? Правильно? На любые. Ну, просто хотите узнать. Для интереса. Вот, вы что-то сказали, какую-нибудь вещь специально? И смотрите. А что я скажу? Потому что, если вы бы сейчас были на зачете, то вы бы сказали, а я бы вам раз – не зачет. А если вы на консультацию мне сказали и смотрите, что я вам еще можете сказать. Два и 32, и еще с три короба таких вещей наговорить. И именно потому, что эта консультация, здесь просто не может быть конфликта, потому что у нас даже и интересы не расходятся. Вот я хочу, чтобы вы лучше знали. А вы? А у вас интерес в другом, чтобы вы хуже знали? Или? А может быть. У вас? Вы хотите, чтобы вы хуже знали? Ну, допустим. Не допустим. Не допустим, потому что вопрос об интересах – это вопрос не о том, что вы думаете по поводу своих интересов, а что вам объективно выгодно. А объективно выгодно вам потому, что определяется вашим положением. А ваше положение – студент. А студенту объективно выгодно получить прочные и крепкие знания, и еще, чтобы эти знания были, так сказать, оформлены. То есть, они были признаны, чтобы вы получили соответствующий документ, правильно? Справку о том, что я изучил вас, знаю, понимаю. Где-то тут нет просто. Вот, скажем, на консультации я даже возможности конфликта не наблюдаю. Не может быть тут конфликта. Потому что вы можете, ну, грубо говоря, говорить сейчас любую ерунду и хотите узнать, что я по этому поводу скажу. Правильно? Поэтому как можно тут конфликтовать? Потом, ну, скажем, с моей точки зрения, вот если студент чего-то не знает, ну, он же студент, это в понятии студента входит. Студент включает в понятие, что он что-то знает, что-то не знает. Если бы он все знал, во-первых, он бы был уже не студент, а во-вторых, таких людей вообще нет, которые все знают. Правильно? Правильно. Поэтому как можно ожидать, что вот человек, который находится в положении студента, уже все знает. Мне так приятно, что с вами сложно конфликтовать. Сложно. Мне очень сложно. Я старый. Вот скажите, что я дурак. Я не буду такого говорить, это неправда. Вот видите, вот видите, что у нас конфликта нет с вами. Я бы на вашем месте сразу сказал. Дескать, вы сами сказали, так и раз мне. А вы раз, и... Ну, и какой же конфликт? Конфликта не получается. А вопрос остается. Так, поскольку вы от себя сделали только заявление, есть еще такие, которые заявляют, что они все уже усвоили. Может, кто-нибудь другой попробуем? Нет. Это когда сила аргументов заменяется аргументами силы. А на вопрос, что это такое, вы не ответили. Что такое конфликт? Ситуация. Может быть, неразрешенные разногласия. Нет, это противоречия. Обострившиеся. Обострившиеся. Во. Ну, а вы обострившиеся пропустили. Обострившиеся. Мы сказали. Было-было. Было-было. Давайте еще раз. У нас надо было конфликта. Это обострившиеся. Противоречия. Которым. Аргументы. Силы. Сменяются. Силой. Аргументы. Нет. А что такое? Нет. А может, третье? А давай поменяемся. Мне не сказать. Так. Все равно есть уже дефект. Конфлик. Есть дефект. Есть дефект, на который вы не обращаете внимания. Там был поддержный. Вы сейчас перепутали. Тихо. У нас сила аргументов. Она наоборот. Ну, так в конфликте же сила аргументов заменяет... Аргументы силы. Аргументы силы заменяются силой аргументов. А у тебя она наоборот. А что вы говорите? А у нас наоборот. Что? В конфликте она заменяет аргументы силы. А вот теперь правильно. Аргументы силы заменяются силой. Это неправильно. Что? Да вы что? Это противоположность все же. Подождите. Подожди. Подождите. Это записано на камеру? Смотрите. Да. Да, тяжелый случай. А можно мне маркер? Маркер. Подяжи, напиши, в котором я говорила, и в каком ты. У меня туда тайна. Так, пока вы пишете, я сейчас сделаю тот звонок, о котором я говорил. О, по причине, великий русский язык. Одну минуточку тишины. Как-нибудь тебя я бы встал по чайни при виде всего того, что ты находишь. Я должен позвонить в Алмазово. Так, сейчас, минуту тишины, я позвоню в медицинский центр. Ах, нам не надо. Да, да, да. Сила аргументов заменяется. Так. Наоборот. Аргументы не сглали. Сила заменяет аргументы. Аргументы заменяются силой или нет? Здесь аргументы главные. Сила аргументов. Наталья Юрьевна, это Михаил Васильевич Попов. Можно завтра к вам подъехать? То есть аргумент выражается. То есть она заменяется аргументами силы. А когда? Когда? В среду? А в среду вас сколько? А если наоборот? Значит, аргументы силы заменяют? В два, да? Хорошо. Спасибо большое вам. До встречи. Все. Все. Ну и что получилось? Мы тут две вариации придумали, чтобы правильно звучало. Аргументы заменяются. Ну, получилось какое-то не конфликт, а просто повествовательное утверждение. Сила аргумента. Нет, 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 обострившиеся противоречия мы подразумеваем вне. Ну, а дальше? Это предложение, нет, не связаны слова. Здесь еще сверху обострившиеся противоречия. Ну, так, не связано, не получилось одного предложения. Такого не было. У кого? Сейчас будет. Конфликт. Так. Это? Обострившиеся противоречия. А если наоборот написать противоречия, обострившиеся, не лучше будет? Ну, хорошо. Пишите, как написать. Обострившиеся противоречия. Е. Оно. Противоречия, да. В котором? Все, все аргументы заменяют аргументы силы. Или аргументы силы заменяют все аргументы силы. Да, все. Ну, можно так сказать. Можно так сказать. Ответ правильный. Но я бы, я бы немножко не так сказал и говорил не так. Я говорил так, что это противоречия, противоречия, обострившиеся до такой степени. В котором? Что? Что? Ну до какой степени? То есть обострившись до такой степени, что сила аргументов заменяется уже аргументами силы. Чтобы вот это развитие содержалось в этом. А тут получилось как бы развитие пропало, а просто противоречие, в котором вот они заменены и все. А вот этого процесса как бы нет, этого движения. Потому что сегодня был спор, а завтра начался конфликт. Потому что в этом, это противоречие, которое выражалось сначала в споре, обострилось до такой степени, что сила аргументов стала заменяться аргументами сил. То есть люди перешли от... Вот если раньше вы со мной спорили словесно, то вы взяли что-нибудь тяжелое. Что у вас тут тяжелое, особенно нет, а вот это. И столкнули меня по голове. Потому что преподаватель не понимает. Это уже конфликт. А если бы я... Ну я бы тоже мог увернуться от конфликта. Я сказал, что стукните еще раз. Потому что у меня тут как раз чешется что-то. Стукните еще. Иногда вот так есть. Можно избежать конфликта. Потому что не всегда нужно. Вот если человек хочет обострить какие-то отношения, вовсе не значит, что надо ему помогать. Потому что человек задирается специально. Так. Ну вот мы проверили. Значит, проверка показала, что... Вот я к вам обращаюсь, что ваше заявление безответственное. Не соответствует действительности. Что все, тут нам все ясно. Все ясно. Что ясно? Вот я же вам взял, ну самое массовидное и то, о чем вообще у нас шли занятия, конфликт. И вот пока мы до него доформулировали... ...вопросы, которые были заданы в процессе консультации. А мы разве о процессе консультации? Или у нас процесс консультации нужен для того, чтобы разобраться в тех вопросах, которые у нас есть в курсе? Так, какой-нибудь еще проверим вопрос из курса? Нет. Не проверим? Нет. Почему? Мы все знаем. Все знаем? Вы за всех или за себя? Сейчас вас и проверим. Мне не надо. Так, сейчас надо вам какой-нибудь вопросик задать такой. Простой. Спасибо большое, не надо простых вопросов. Сложных тоже. Хорошо, сложный. Если не хотите простых, пожалуйста, сейчас сложный. Так, трудовой арбитраж. Здравствуйте. Что такое? Меня зовут. Здравствуйте. Здравствуйте, что вы знаете про трудовой арбитраж? Он есть, и его не может не быть. Да. Трудовой арбитраж. Это арбитраж трудовой. Трудовой. Это и я знаю. Что нам такие вопросы задаете? А почему эти злые преподаватели нападают на студентов, что они не пополняют их знания преподавателей, а просто им дают то, что они и сами знают? Вот тут был, может быть, конфликт. Ну, его не будет. Ну, его не будет. Так что такое трудовой арбитраж? Бревно – это бревно. Он рассматривает и регулирует трудовые конфликты. Орган? Коллективные и трудовые конфликты. Где он рассматривает? Ну, скажем так, орган, призванный регулировать. Органа? Вы что-нибудь про него знаете? Кто-нибудь может мне что-нибудь еще сказать более полное? Что вы знаете о трудовом арбитраже? Посредник. Между посредниками. Посредник? Вы не путаете с посредником трудовой арбитраж? Посредник – это другой вопрос. Я на него тоже попрошу вас ответить. Давайте так, один вопрос – трудовой арбитраж, а потом второй – посредник. Кто просветит нас? Но из-за этого я делаю вывод, что вы невнимательно читали трудовой кодекс по разделу разрешения коллективных трудовых споров. Невнимательно. А если и внимательно читали, то в это время думали о другом. О коллективном договоре. Думали в это время о примирительных комиссиях. Да, думали в это время о примирительных комиссиях. А она всего лишь одна, а не десять их. Так, ну вот, поскольку я вопрос задал, а вы не отвечаете. Это орган. Орган по рассмотрению. Да это про все что угодно можно сказать, что это орган. Во-первых, это один из способов разрешения трудовых конфликтов. Что это? Один из способов разрешения трудовых конфликтов. Один из способов? Да. Орган-то более. Один из институтов. Ну, институтов или орган, это лучше. Это институционизирование. Сейчас мы сделаем. Это институционизирование. А вы хоть знаете хоть один когда-нибудь состоялся в последнее время трудовой арбитраж? Вы внимательно читали? Вы внимательно читали? Это неэффективно. Возможно, в какой-то... Заранее, до начала трудового арбитража подписали, согласились, то есть подписали, согласились в том, что его решения будут обязательны. Вот в этом предположении, как вы все представляете, будут на практике какие-то стороны будут переходить к этому трудовому арбитражу, если вот до того, как мы с вами получили этот арбитраж, мы с вами уже согласились, что будем выполнять. Ну, это то же самое, что и обычные судебные схожи улучшаются. Как обычно? Мы вообще не знаем, из кого он будет составлен. Как составляется трудовой арбитраж? Из кого? Представители сторон там есть? Нет. Представителей сторон там уже нет. Это вот примирительная комиссия, вы сидите, и я сижу. Так? А теперь, значит, я выдвигаю, одна сторона выдвигает своего, другая сторона своего, а третья сторона кто? Кто третья сторона? Орган по труду. А судя, кто? За грязностью лет? Что значит орган по труду? Ну, в смысле, кто-нибудь... У нас много органов по труду. Министерство, что ли? Кто? Третья сторона. Вообще, у нас первая сторона. Вторая. Ну, все, есть работники, есть работодатель. Вот две стороны. А трудовой арбитраж состоит из трех. Из трех элементов. Представитель, который предложен работниками, но не относится к работникам этого предприятия. Представитель, который предложен работодателем, но не является подчинением, не находится в подчинении этого работодателя, как бы независимым. И самый независимый кто? Кто еще? Ну, вот я думаю, вот обратите внимание, я к вам снова обращаюсь, что то, что мы сейчас проводим, доказывает, что данные граждане, собравшиеся на консультацию, правильно пришли на консультацию, потому что они к зачету не готовы. И на эти вопросы, если бы, скажем, начнись за счет, получили бы не от... Вы видите, какие мы сознательные? Что? Мы достаточно сознательные, чтобы прийти. Понятно, да. Ну, короче говоря, значит, вот это орган по разрешению, по регулированию трудовых споров государственный. То есть, получается, что вот в конфликт двух сторон вошла третья сторона. А третья сторона – это третья сторона или она на самом деле относится к одной из двух, товарищи, философы? Прикладные философы, то есть конфликтологи. Скажите, пожалуйста, это третья сторона или это видимость третьей стороны? Это видимость. А почему видимость? Доказать можете или просто вы постулируете? Ну, третья сторона здесь на самом деле государство, правильно? Да. А что такое государство? Вы знаете? Это крупный работодатель. Крупный работодатель. Да, изначально. Просто крупный. Нальешь, если крупного работодателя, это государство и есть. Понял. ЖД – это государство, например. ЖД – это государство. Гатскогоabe государства, которые ни у нас очень. Чей орган-то? Законодавный областик, который они называют. Ну, господствующий. Ну, господствующий. Потребляемся, чем выше. Чего господствующий? Чего господствующий? Ну вот же капитализм у нас. Гасподствующий орган? Нет. Потому что государство – это… Орган господствующего класса. А какой класс господствует сейчас? Рабочий или класс капиталистов? А если капиталистов, то можно сказать, что это органы работодателей? Можно. Можно. Значит, говорят, вот, ребята, приходите, мы сейчас вас по-честному будем разрешать ваш спор. Вот сидит представитель работодателя, вы его сами выбрали. Вот сидит представитель работников, это выбрали его, там работодатель его выбрал. Это представитель работников, работники выбрали, ну, предложили. А этого не они предложили, не спрашивают, сюда уже присутствует в этом споре представитель работодателя, но уже коллективного. И поэтому, так сказать, какое тут будет разрешение спора. Но вам дается право, законом какое, согласиться или не согласиться его проводить, потому что написано, если вы в этом не разобрались, а думаете, что это на самом деле три стороны, вы можете сгоряча согласиться с тем, что будете выполнять решение трудового арбитража. И как бы мир у вас такой. Вы подписываете, что вы согласны выполнить решение трудового арбитража. Работодатель подпишет, он согласен выполнить решение трудового арбитража. Потом вы получаете треугольник, в котором два угла тупы. И тем самым, то есть два представителя, с одной стороны, один представитель, с другой стороны, он решает в интересах работодателя. Но все подписано, и все на этом спор заканчивается. И все отрегулировано в соответствии с той позицией, которую занимал работодатель. Но бывают разные ситуации. Например, я однажды был представителем от работников в трудовом арбитаже, трудовым арбитром. Вот, трудовым арбитром, вот, меня предложили докеры, я у них был трудовым арбитром. А, значит, ну, естественно, работодатель предложил своего представителя. И был товарищ Котлобаев, руководитель службы по разрешению коллективного трудового спора. Он был третьей стороной. Но он у меня был, дипломную писал работу по конфликтологии. Когда я работал в ВПК, и получал диплом по профессиональной переподготовке. Поэтому тут тоже получилось, что работодатели тут думали, что он, раз он государственный орган, он будет защищать их интересы. Но они не знали, что он, так сказать, как раз находится у нас в государственном университете. И в этом смысле немножко ситуация была другой. В итоге докеры согласились, чтобы были обязательными решениями. Решения были хорошие очень, они были довольны. Администрация тоже была довольна, потому что на самом деле ничего плохого докеры не предложили. Но как-то надо было разрешить спор, спор завершился. Был другой случай. Когда, вот, видели, сегодня я занимал такую позицию, что я с вами не конфликтую. Да? Не явился, значит, работники перешли к следующей стадии, трудовой арбитраж. Работодатель никакого участия не принял в том, чтобы обсуждать вопрос о создании арбитража. Тогда работники перешли к следующей стадии. Каждый раз приходили, ждали, кому положено, 10-15 минут. И потом переходили к следующей стадии. Следующая стадия – приглашение посредника. Прошли эту стадию и вышли на забастовку. И пошли в службу по разрешению коллективных судовых споров и зарегистрировали свой конфликт у государства. И работодатель оказался в довольно глупом положении. Он считает, что конфликта нет, а государство зарегистрировало уже. Ну и дальше уже все, он, так сказать, проиграл. И не надо никакой было забастовки. Вот такие бывают ситуации. Так, значит, и кто сейчас поэтому, если люди, понимающие, со стороны работников будут, они соглашаться на обязательность решения арбитража, понимая такую ситуацию, что два человека из трех будут, скорее всего, между собой договариваться. Не будут. Достаточно одной, чтобы одна сторона не согласилась с обязательностью решения трудового арбитража. Достаточно. Поэтому что должны сделать работники? Написать бумажечку о том, что мы не согласны выполнять решение трудового арбитража. Тогда, согласно закону, он не проводится. И идет переход к следующей стадии. Какая следующая стадия? Кто скажет? Какая следующая стадия? После трудового арбитража. То есть как проехали? Бумага должно быть, в протоколах отражено все, потому что иначе будет, что вы не прошли. Это должно быть зафиксировано, что вот состоялись переговоры о том, и стороны вы какие-то позиции заявили, и чтобы это было документально подтвердить. Дальше. Какой следующий этап разрешения конфликта? Переговоры. Какой договор? Спор в суде. Договоры. А? Спор в суде. В каком суде? Переговоры. У нас есть процедура разрешения коллективного трудового спора. Прописано. Вы пойдете в суд, вам скажут, вы что, девушка, вы что, не читали, вам скажут. Это еще. Идите, идите со своим работодателем, проводите процедуру. Вы на какой стадии остановились? Трудового арбитража? Узнаете, почитайте, какая следующая стадия, идите ее выполняйте. А потом ко мне будете приходить, идите отсюда. Переговоры-то последствия. Но к суде вы должны прийти только в приемные часы. Она иначе с вами разговаривать не будет, когда она будет в черном. Она вообще-то недоступная будет. А тогда вот в приемные часы придете, она скажет, ну что же вы не знаете, а вы не конфликтолог, конфликтолог, а что вы конфликтолога не знаете. Так, да кто скажет, какая следующая стадия разрешения конфликта? А что, вы только вовлекаете, что ли, в конфликт? Как разрешать-то его? Так кто-то, разжигатели конфликтов, что ли, сидят? У нас бы до арбитража просто даже не дошло. Так что, если вы не хотите идти по процедуре, которая позволяет вам двигаться, если вы хотите получить, если вы хотите даже конфликтовать, то есть получить право на забастовку, право законное, потому что право у вас провозглашено при условии выполнения примирительных процедур. Если вы их не знаете, значит, вы будете говорить, ну вам не дают там бастовать. Ну правильно, вам не дают, потому что вы не прошли примирительные процедуры. Потому что не надо людям сгорячав какой-нибудь конфликт. Договоритесь по ходу дела. Вот следующая стадия какая? В следующей стадии можно отвечать на этот вопрос, который я задал. В консультации, то есть как бы вы задаете, я задаю, а я отвечаю. Или на те вопросы, которые вы задаете, или на те вопросы, которые я задаю. Так вот, следующая стадия такая. Приглашение посредника. Значит, как она решается? Стороны должны провести переговоры. Вот у нас с вами, мы конфликтуем вроде как, у нас есть конфликт. Но мы поговорить-то на тему о том, кто у нас может быть. Вот она, может быть посредником у нас? Как вы считаете? Нет. Ну если у вас нет, то у меня тем более нет, потому что вы на одной партии сидите. Я ни за что не соглашусь, чтобы она была посредником. Потом вот староста, вы скажете, он староста, он нас олицетворяет, собственно говоря, саму беспристрастность. Конечно, он олицетворяет беспристрастность, он староста вашей группы, он будет на вашей стороне. Я не соглашаюсь. Вы мне предложите кому-нибудь, который я, который бы я предложение такое, и все это записывается. Какие с вашей стороны варианты? Один, второй, третий. Вот, скажем, докеры предлагали три варианта во время конфликта. Такие, значит, ну меня как предлагали, как представителя конфликтологической науки. Что тут такое? Все очень объективно. Раз. Ну предлагали это докеры. Потом они предлагали депутата Госдумы. И одного моего товарища, который вошел в сто лучших предпринимателей Санкт-Петербурга. Но он был главным редактором газеты, у которого я заместитель. Поэтому, так сказать, не очень старались, так сказать, принять такие предложения. С другой стороны, предложения противоположной стороны. Раз, два, три тоже. Разных их приятелей и дружков. Мы отказались с этим соглашаться. Надо прекратиться дико-дико. В более общей форме, если поставить вопрос. Разве, если, поскольку стороны предлагают, вот, если ваша сторона будет предлагать, буду я соглашаться? Да ни за что. А если я буду предлагать разрешать конфликт, вы будете соглашаться? Нет. Поэтому, вот написана эта, извините, картинка в Кудовом кодексе. Но никто и никогда это вот не проводит. Вот когда был арбитраж обязательный, вот тогда да, тогда арбитраж проводили. Сейчас никто не проводит трудовой арбитраж. То есть пишут протоколы, бумаги и выходят на следующий этап приглашения посредника. А никто не хочет. Они пишут бумаги и никто. Я дважды был кандидатурой посредника. Один раз, причем каждый раз, сначала мне звонит председатель Российского профсоюза докеров, Василий Васильевич Казаренко, говорит, Михаил Васильевич, не могли бы вы выступить посредником у дальневосточных докеров? Мы все, вам командировку сделаем, все. Я говорю, вы не торопитесь с командировкой. Я вот не сомневаюсь, что вот вы меня предложите, но именно потому, что вы меня предложите, ну что там дураки сидят в дальневосточном порту в виде работодателя. И что они будут на это ваше предложение откликаться? Ну вы-то не против, да я-то говорю, не против, только не надо иллюзии строить, что там кто-то с этим согласится. Потом мне звонит председатель правкома. Вот, Михаил Васильевич, вы там не согласились бы. Да я-то, говорю, согласился. Но я сразу хочу вам сказать, что не строите, так сказать, иллюзии, что ваш работодатель прямо-таки на ваше предложение и согласится. Вы ему будете доказывать, что он профессор из университета Санкт-Петербургского. Ну если вы его предлагаете, он что, этот работодатель совсем уже темный, и не понимает, что это такое. Ну вы-то, говорит, не против, мы вам все оформим, комендировку. Хорошо, на другой этот край земли. Хорошо. И молчат после этого, молчат, молчат, молчат. Я решил сам позвонить. Ну, говорю, что вы там молчите, так что у вас? А все, говорит, у нас конфликт закончился, после как мы вас предложили, 2% на 2% согласились мы с работодателем. То есть, как бы, из этого какая-то получилась пугалка. Дело дошло до того, что сейчас кто-то будет приезжать, там начинается обсуждение через всю страну, а лучше подписать и все. То есть, оказалось, что вот эта процедура, кроме того, что она формальная, вот закончилась тем, что повышение у них зарплаты на 2%. Ну, то есть, меньше, чем они требовали, но вот какой-то достигнут был компромисс. И поскольку был достигнут компромисс, мне даже не позвонили, не сказали эти, которые меня предлагали. Интересные люди. Короче говоря, вот бывают такие вот ситуации. Но, как правило, и почти всегда, никакого приглашения посредников не бывает. То есть, вот после... А что, в чем смысл-то вот этих этапов? Государство привлекает к написанию бумаг и к обдумыванию того, а стоит ли вам проводить забастовку? Вы подумайте сначала. А пока вам придется как бы по арбитражу говорить, потом по посреднику говорить. Это с одной стороны. А с другой стороны... А вы-то куда торопитесь на забастовку? Вы готовы, что все выступят в забастовку? Если выступит 48%, остановят работу, а 52% нет. Это что будет? Забастовка или это будет прогул? Вот. Так забастовка должна быть больше половины, уж, наверное, тогда не работать. Правда? А вы уверены, что вы так здорово подготовились? Поэтому нагнетать здесь какие-то скорости давайте, что давайте скорее. Если это конфликт серьезный, так к этому надо тем более относиться очень серьезно, а не просто так. Был такой случай, когда докеры полностью подготовили забастовку и наметили ее на 6 утра 1 сентября. Через минуту работодатели в 6 утра пришли. Обычно они приходят к 9-й, представители работодателей, администрации, все пришли и смотрели, что будет. И вдруг, значит, все машины гудели, там же порт не останавливается, один только день останавливается в году, 1 января. И то. Некоторые работы ведутся. И вдруг к 6 часов утра все замерло. Тишина невообразимая. Через одну минуту забастовочный комитет 6.01 принял решение забастовку приостановить. И снова работы все возобновились, а на 12 часов назначили заседание к согласительной комиссии. Уже не примирительный, не арбитраж, а вот согласительная комиссия. Во время забастовки, забастовка уже началась и приостановлена теперь, можно проводить переговоры, и нужно проводить переговоры. Обязанные стороны продолжать между собой переговоры и консультации. То есть даже во время таких вот конфликтов, когда мы говорим, что сила аргументов заменяется, аргументами силы, но аргументы все равно применяются. Но и все равно нужно, чтобы подписать соглашение, все равно нужно консультироваться, правда? Вот собралось заседание двух сторон и было подписано соглашение о завершении забастовки и разрешении коллективного трудового спора. И требования докера были удовлетворены. Вот и все. А что, надо было бастовать обязательно больше? Ну, посмотрела администрация. Да, все, получается забастовка. Ей надо дольше смотреть. Вам сколько нужно смотреть времени, сколько должен порт стоять, чтобы вы убедились, что он стоит. Но они убедились, что раз везде все остановилось, все остановилось и везде. Эту картину больше им не интересно было смотреть уже работодателям. Говорят, ладно, нам все понятно, все, в 12 часов подпишем. То есть, поскольку речь идет об аргументах силы, вы убедились, что сила есть? Ну и все. А больше ничего и не надо. Умный человек, ему и так понятно. Зачем ему нужно это вот? И сама по себе цель длинную делать забастовку и все останавливать, она вообще неправильная. Например, вот может быть только частичное прекращение работы в тех точках, которые указаны. Но таких важных, что все тоже остановится, только остановились ключевые точки и по очереди. Сегодня одна, завтра другая. Нет, тут за три дня надо уведомлять о том, в какой форме будет продолжаться забастовка. Так, ну ладно, этот вопрос мы разобрали. Из чего я сделал вывод, что пока есть очень много вопросов, которые, ну, не разобраны. То есть, ваша гипотеза пока не оправдалась насчет того, что все нам ясно. Еще что-то будем проверять? Что бы нам еще проверить тогда? У нас сегодня, как консультация, безответственная проверка, да? Безответственная. Сегодня отлично, можно говорить все неправильно, и никто не ругает. И ничего главное не пишут там такого. Вроде там незачет и так далее. Так, что у нас еще? Какие-то есть вообще трудности? Или все ясно? Уже было все ясно? Было, да. Просто мы не знали, что мы не знали. Значит, понятие противоречия, вот понятие конфликта мы выяснили, процедуру тоже разобрали, да? Вот. Теперь, вот кто-нибудь может сказать мне, как пишется протокол разногласий? Потому что все документировать надо во время конфликта, если уже пошло применение силы, да? Вот. Как пишется протокол разногласий? Вот у нас с вами разногласия были. Как вы будете писать протокол разногласий? Протокол разногласий. Ну, и дальше как он будет выглядеть? Подписали retrośnie протокол разногласий? Вот так пишут? Ну, мы такие-то, такие-то, и такие-то, такие-то не пришли к согласию. Подпись, да. А, по такому-то такому-то вопросу. Так у нас один, что ли, вопрос? Или по нескольким. Надо все пометить обязательно, по каким вопросам. Ну, и как вы будете писать? И все? Что вы просто, вы думаете протокол разногласий, что мы не пришли? Что мы просто с вами спорим? Сторона А остановилась на такой, то есть придерживается такой точки зрения, с стороны Б придерживается такой точки зрения. Как это будет выглядеть, этот протокол? Документы. Ну как нарисовать этот документ? Надо же написать документ. Вот вам сейчас надо. Напишите протокол наших разногласий по консультации. Значит, вот вы внесли вклад. Мы. Сверху будет протокол разногласий написан. Бесспорно у вас. Все, у вас вопрос. Тема закрыта. Значит, зачет получен. Почему? Потому что... Вначале была графическая ошибка, уже не получилось. На зачет достаточно на один вопрос ответить. Хорошо. Вы ответили. Все. Пишем дальше. Вы хотели со мной конфликтовать? Этот номер не пройдет. Дальше. Значит. Мы. Нет, не мы. А дальше идет. Два пополам. Вертикально. Табличку. Надо сделать табличку. С двух сторон. Две в ней. Нет, три графы. Первый номер по порядку. Вторая позиция. Работников. Третья позиция работодателей. Ну вот, так сказать, две большие и одна маленькая. Солбик один маленький и два больших столбца. И вот вы пишете. Пункт один. Значит, такое. Сверху написано. Там где-то. Позиция работников, позиция работодателей. Пишите. По какому это вопросу вы написали позицию работников? Справа позиция работодателей. Как работодатели считают? У нас тут будет с вами спор, если я работодатель, вы работник. Не будет, потому что вы свою позицию запишите слева, я свою позицию запишу справа. И у нас два человека ведут протокол. И оба смотрят, чтобы правильно была отражена и ваша позиция, и моя. Тут-то не может быть. У нас есть конфликт по существу, а по поводу составления протокола разногласий, какой тут может быть конфликт? Вы согласны, что вы со мной не согласны? Ну, так давайте и напишем, в чем мы не согласны. Вот вы это говорите, а я вот это говорю. Это первый пункт, потом второй, потом третий. Сколько может быть пунктов разногласий? Вот возьмите разногласия по коллективному договору. Сколько может быть страниц в этом протоколе разногласий? Как вы себе примерно представляете, люди, которые рассматривали, изучали, анализировали коллективный договор, сколько там может быть страниц в протоколе разногласий? Как уж страниц 50, я думаю. Да, сколько пунктов коллективного договора, которые не переписывают трудовой кодекс. Вот все те пункты, которые не переписывают трудовой кодекс, вот столько может быть изначально протоколе разногласий. И переговоры будут сводиться к тому, чтобы вычеркивать один за другим. Или находить какой-то, как только вы найдете общий вариант, вы это вычеркните из протокола разногласий. Оставите другой же. Протокол разногласий на начало переговоров и протокол разногласий на конец переговоров. Может и больше. Протокол до рассмотрения вопроса о трудовом арбитраже. И потом протокол после рассмотрения вопроса о приглашении посредника. Чтобы за это время пройдет время, и вы подумаете, стоит ли вам оставлять в протоколе разногласий. Вы по каким пунктам собираетесь переходить к аргументам силы. По всем? Зачем по всем? То есть есть какие-то главные, надо их выделить. Правильно? Ключевые для себя тогда. И так далее. А подписывает кто? Протокол разногласий. На обе стороны. А я откажусь с вами. Не хочу даже и подписывать из-за ваших предложений и позиций. Даже и рядом, чтобы моя подпись с вашей стоять не будет. Так вы же согласны, что мы не согласны. Что делать тогда? Каждый по своей стороне у нас. Так вот что делать? Вот надо понимать, что вы находитесь в обстановке конфликта. Товарищи конфликтологи. Не буду я с вами подписывать. Не буду подписывать. Что будете делать? Может две разных. Чего? Два варианта сделать. И я с вами ни один вариант не подпишу. Подпишитесь под своей позиции. Под своей позиции. Не буду я под своей позиции. Вообще не буду подписывать никаких. Не хочу никаких дел с вами иметь. Вы поняли, что у нас конфликт или нет? Конфликт у нас. Все не верят, что у нас с них конфликт. С вами давно у нас вообще конфликты. Вам ничего не буду с вами подписывать. Но так как вы в столбике вашем зафиксировали то, что вы говорили. Значит, если вы не хотите подписывать то, что вы говорили, значит, ваше позиция в принципе, ну как бы, она получается как бы... Да и слушать вас не хочу. И подписывать не буду. И слушать вас не хочу. И хватит разговаривать. Если вы не уйдете, я уйду. Тогда переходим к следующему шагу. Переходите. У вас нет протокола разногласий. Что вы будете делать? Остались без протокола разногласий. Может быть, какая-нибудь сторона подпишет, что... Вам-то надо вытащить. Одна из сторон отказалась подписывать. Хотя это... Вот это ближе всего. Вот вы берете на своем этом самом экземпляре и пишете. Вторая сторона отказалась подписывать протокол разногласий. И ваши все участники подписываются, там три человека. Еще. И все, пошли дальше. Не ходить подписываться не надо. Настолько достигли разногласий, что даже не хочет сторона подписывать. Это выгодно для той стороны. Она как-то уже поняла, что так будет. Вот я хочу вам привести такой пример. Часто бывает, происходит какое-то безобразие. Кого-то вас не пускает туда, куда обязаны пускать. Не пускают и все. Сейчас сидят, знаешь, какие-то службы. Неизвестно, какие днем они охрана, а ночью они бандиты. И не пускают вас. Так, что вы делаете? Пустите меня. А где не буду. Так, я всегда пишу акт. Акт очень важный документ. Надо всем конфликтологам уметь писать акты. Кто умеет писать акты? Никто никогда не писал акт. Вот я вот собираюсь. Так, раз, два, три. Три. Вы ее отвлеките, сейчас акт будем писать на них. Так, акт, что сегодня. Какое сегодня число? Не знаю. Мы, ниже подписавшиеся, подписываетесь. Вы, вы и вы. А это я вот как бы пострадавший. Но я вас, Дружков, нашел. И вот, раз, два, три. Пишите. Мы, ниже подписавшиеся. Иванова, Петрова и Сидорова составили настоящий акт в том, что сегодня такого-то числа, в такой-то аудитории, на консультации, ни один из присутствующих не мог ответить на вопрос, что такое, правильно, что такое конфликт. И не смогли объяснить, что такое толком арбитраж и что такое приглашение посредника. Это никого вы ничего не обменяете. Просто вы констатируете сам факт. Констатируете. И подписываетесь. Вот вы подписали. Все. Вот эта бумага. Называется акт. Потом я беру этот акт, или вы, кто-нибудь из вас один идет, и вот к ней. Пусть она подпишет. Она говорит, она. А я говорю, я не буду подписывать. Она, вот видите, она правильно нашла. Она говорит, не буду подписывать. А мы тогда, а мы такие спокойные, спокойные. Мы пишем на этом акте гражданка, как фамилия ваша? Петрова. Это еще лучший случай. Гражданка в белом свитере, отказавшаяся назвать свою фамилию, хотя она находится при исполнении служебных обязанностей, что легко установить потом ее фамилию будет. Это не проблема, правда? Отказалась. И снова трое подписывается. И вот этот документ возьмет любой суд, прокуратура, где угодно. То есть этот документ, он очень спокойный. Тут нет никаких там обвинений, никого не надо тут ругать. Просто констатация факта, что вот вы сейчас, когда я говорю, взяли телефон и стали на него смотреть. То есть я вас заразил, то я, значит, смотрел, теперь вы, а то преподаватель делается, безобразно себя ведет, то студентка себя. Давайте зафиксируем это актом. Сегодня это актом. Как не надо? Нет, давайте зафиксируем, принесем вам на подпись и подписывайте, пожалуйста. Не подпишите. Она отказалась, еще страшнее. И она отказалась, хотя сидела на первом ряду, изображала из себя добропорядочного студента. И так далее. Так, понятно, да? Да. Вот. Вот это очень важно делать, потому что в конфликтных ситуациях некоторые товарищи, после того, как начинают составлять акт, они как-то ухамириваются очень быстро. Ничего еще не происходит, это ничем вы, на них, в общем-то, не влияете. Вы же констатируете, вы заняты бумагой, вы с ним не спорите, не кидаетесь на него, не пререкаетесь, не оскорбляете никого. Вот он там может, или она, так сказать. А вы так тихо, спокойно пишете. Вот, то есть, действия в конфликтной ситуации, где применяется сила, сила-то применяется не в том, что вы начинаете кричать на кого-нибудь, правильно? Сила, может, применяется, проявляется в том, что вы вообще ни на кого. Да, у вас громкий голос, но вы вообще теперь не будете ни на кого кричать. А с кратчевым голосом говорите, а правильно ли я понимаю, что вы не хотите выполнять свои обязанности, что вы не хотите развития нашего предприятия и так далее. Правильно я понимаю? Какой раз надо собирать конференцию или собрание? Всего за время трудового конфликта. Не обратили внимания? Три нет. Три нет. Мы согласны. Три нет. С чего начинается, что является началом коллективного трудового спора? Конференция. А? Надо конференцию собрать и сказать, что нет, спорят. Нет? Нет. Вы собрали конференцию, выдавали требования, выбрали и так далее, все сделали, да? Вот. Я получил вашу бумагу о том, что вы провели конференцию, что выдавали такие-то требования. И пишу. Приказ. Я согласен с этим. Ваши требования удовлетворил. Есть конфликт? Нет. А почему вы так сказали, что это начало конфликта? Просто я хотел, чтобы вы хоть раз разумительно сформулировали, что хотите. Надоело слушать эти вечные крики. Вы не то, вы не так. Напишите-ка нормально. Написали нормально. А почему вы думаете, что во всех таких случаях, когда другой человек видит, что тут другой разговор пошел. Спокойный, серьезный, сформулированный, что надо. И этому надо ему конфликтовать? Мы что, считаем, что во что бы то ни стало работодатели хотят конфликтовать с работниками? Мы так не считаем. Это раз. Теперь, короче говоря, так я вопрос повторяю. Что является началом конфликта? Неудовлетворение требований работников. А я не буду писать, что не удовлетворю. Ну вот вы правильно сказали. Неудовлетворение требований. Это же можно зафиксировать, потому что требования были выдвинуты. И как вы будете фиксировать? Я не удовлетворяю, не удовлетворяю. Вот я ничего не отвечаю к вам. И что? Ну, например, если требования по поводу зарплаты, допустим, можно же, ну как бы это же фиксируется банком, пришли тебе деньги или нет? Это очень сложно и длинно. На самом деле, если я в положенное, установленное трудовым кодексом время вам не ответил, достаточно, что не... Вы же понимаете, что если я не отвечаю, какой же это спор, вот вы мне все время отвечаете, у нас поэтому не конфликт. А если я вам говорю, а вы мне ответьте на это, пожалуйста, а вы... Это уже, извините, так сказать, панклик пошел, правда? Ну, либо я могу ответить, что я не согласен, тогда тоже конфликт будет. Да, или отвечает отрицательно, что не буду удовлетворять. Полностью или частично. Он может сказать, вот он может дать такой ответ, который предлагает подумать другой стороне, что вот эти вот требования, вот эти вот ваши требования я удовлетворю, а вот эти нет. А вы дальше думаете, хотите вы после этого конфликтовать дальше или нет. Вот мяч обратно закатил. Еще нет конфликта. Но вы можете считать это началом конфликта, потому что вы требования выдвинули, если вы от них не отказались в полном объеме или частично не отказались, все, начинается конфликт, и вы пошли конфликтовать. Значит, началом конфликта является или отказ в удовлетворении требований полностью или частично, или отсутствие ответа на требования работников, должным образом оформленные, то есть как результат решения, принятые конференцией работников. Вот такая вещь. Вот такая вещь. Так, это начало. Возвращаясь к заданному вопросу, сколько раз приходится собирать. Вот вы конференцию собирали, чтобы требования выдвинулись, а чтобы забастовку провести вам после проведения процедур, надо собирать конференцию? А? Нужно же принять решение о забастовке. Нужно же принять решение о забастовке. Раз. Нужно избрать забастовочный комитет. Это у вас были представители на переговорах. Это могут быть те же люди. Но нужно избрать забастовочный комитет, или как хотите его называйте. С точком это ваше дело. Так? Два. Нужно определить, в какой форме будет... У вас как будет сформулироваться забастовка? Когда будет проходить? Ну, надо обговорить. Ну, обговорили. Как будете? Напишите, что будете писать. Что будет написано в итоге бумаги, которую вы направите? Направлю работодателя? Да. Ну, за постовка будет проходить. Там-то, востолько-то. Там-то и востолько-то. Понятно, да? А число не будете указывать? Тогда-то. Ну, когда-то. Скобка. Ну, какое будет? Как будет указано это? Ну, там. 13 декабря. Вот. Вот так вот так и действовали. Вот на этом много уже поскользнули забастовочек. 13 декабря. И 13 декабря... Какого года, да? Вы начали забастовку. 14-го не вышли. Раз, я всех уволил. Как прогульщиков. Потому что у вас написано... 13 декабря. А вы 14-го не пришли. 13-го я сидел, как тот кот, который ждал мышей. И сидел, и смотрел, как вы бастуете, ничего не делаете, ни о словах вам плохого не говорил. Тогда смотрю, что будет 14-го. Потому что вы зверчане. Нет, чтобы написать, как надо делать. Забастовка бессрочная. Бессрочная. Начинается от такого-то числа. У вас столько-то часов тоже время указать. Тогда все это закрыто. А если вы вот так написали... Вот я завтра у вас всех... Сегодня у нас будет с вами такие теплые отношения. Теплые-теплые. А завтра... Все, получите расчет. Будьте добры. Прогул. Грубое нарушение трудовой дисциплины. А раз вы хотите перейти от спора к аргументам силы, да? У вас сильный аргумент. Вы один день пробастовали. А у меня сильный тоже аргумент. Я вас уволил навсегда. И больше ко мне не приходите. Потому что я не собираюсь больше иметь таких работников, которые у меня один день пробастовали. Вот и весь конфликт. Конфликт разрешился с аргументами силы с обоих сторон. И у вас сила, и у меня сила. И вот мы с вами разобрались. Значит, что показывает наш этот совместный с вами анализ? Наш совместный с вами анализ показывает, что есть еще много вопросов, которые требуют обдумывания. На самом деле. И трудно. Но вот не проводя это как-то на практике, конечно, трудно это все предсказать. Тем не менее, уж по крайней мере то, что написано там в трудовом кодексе по процедуре, конечно, нужно знать. Вот через сколько дней я должен вам дать ответ на вашу бумагу? Что сразу? Вот вы сейчас принесли, я прямо сейчас должен вам давать ответ. Вы говорите, ну давайте мне ответ. Я говорю, как, а вы что? Вот как я вам сейчас говорю, а вы читаете кодекс, узнаете, когда вы получите ответ. Сейчас я не собираюсь вам давать ответ. Сколько у меня в распоряжении дней для того, чтобы вам подать ответ? 10 рабочих. А? 10 рабочих. Вы гадаете или вы из кодекса берете? Нет, я просто гадаю из кодекса. Там есть компьютер, там есть трудовой кодекс, в трудовом кодексе там сказано сколько дней. А вы из гадаете. Гадать надо? У нас что, мы гадалки? Мы конфликтологи-гадалки. Вам погадать? Давай лучше я вам погадать тогда. Это мой товарищ Долгов, Виктор Гавич, доктор экономических новых. Он выходит из вокзала, а там куча этих сыганок на него. Давайте я вам погадаю. А он на них. Девушки, давайте я вам погадаю. Они как в рассыпную все сразу разбежались. Они-то знают, что такое? Погадай. Сколько дней? Через сколько дней я должен вам дать ответ? То есть сколько дней вы должны ждать? И не приставать ко мне? Или не считать, что я вам не дал ответа? Просто еще время не прошло. А вот эти дни очень важные. Ну и раз такой острый конфликт, все досмотрят. Сколько дней будет выдержано? Ну что? Оказывается, анализ синтеза, синтез анализа. Кто первый узнает, сколько дней нужно для ответа на требования работников? Которые выдержаны. Потому что требования работников – это первый акт, из которого, подводящий к конфликту. Подвижение требований работников. Выдянули ответ. Трех рабочих дней. То есть вы выдянули, если требования, в пятницу. То когда можно считать, что я не ответил? В четверг. И в пятницу тоже считается, наверное. В пятницу не считается. Тогда в четверг. В понедельник, вторник, среда. В понедельник, вторник, среда. Если в четверг вы не получили ответа, все. Значит, вы процедуру собрали, переходите к следующему этапу. К какому? Ну, раз вы отрицательный получили ответ. То есть не ответили вам или ответили отрицательно, вам все равно. Это то же самое. Значит, в четверг вы можете переходить к следующей стадии. А какая следующая стадия? Написали, что вот примирительная комиссия там. И так далее. То есть вы должны написать документ о том, что в соответствии с законом, с трудовым кодексом, поскольку вы не ответили, у нас начат коллективный трудовой спор. И прошу прислать письмецо о том, кто с вашей стороны будет выступать, потому что с нашей стороны уже было сказано. Вот требования и вот работники, которые выделены для переговоров. Четыре человека. Не обязательно работодатель может выставлять четырех. Но вот часто так и делают, потому что по согласию идет решение, поэтому он может и больше, и меньше, это не обязательно. Но он обязан уже. Вот он может не отвечать. Но вот после того, как он не ответил, и это зафиксировано другой стороной, чем зафиксировано, что вы не ответили, тем самым начат трудовой спор. А раз начин трудовой спор коллективный, то в соответствии с трудовым кодексом вы обязаны сдать приказ. А именно, наших товарищей раз, два, три, четыре, вот здесь на первом ряду сидят, освободить от работы с оплатой по среднему до трех месяцев на время проведения коллективного трудового спора. И все. И они уже думают, как им хорошо будет. Понятно. Ну вот я думаю, что мы сегодня с вами убедились в том, что тут есть над чем так вот подумать, и нужна какая-то самопроверка. Потому что вот я проверяю, и как получается, что чтобы я не проверил, ну пока вот так не получилось, совсем блестяще. То есть такой ясности нет. Почему? Потому что, ну конфликтолог вот в этом понимает, человек, к которому вот обратились работники, а вы им объясните. Не так, что вот вы на мои вопросы будете ответить, кому это надо. Ну к вам обратятся, а вы будете, да это вот сколько до Луны? Ну где-то 50, 80, 90, точно не знаю, километров. Ну и начнете вот такое что-то говорить. Ну вот к вам пришли люди. Слушайте, расскажи, что делать? Что делать, если не платят зарплату? Скажите, пожалуйста. Вы учились на конфликтологии? Училось. Что делать, если не платят зарплату? Вот уже нам не платят два месяца. Что делать? Забастовать? Нет. А что делать? Написать бумажку. Да, написать бумажку. Что? Что нам не платят зарплату, да? Кому бумажку-то написать? Сначала надо разобраться с ситуацией, написать. Да уже давно мы разобрались. Ну, знаете ли. Чего надо делать нам, скажите? Соблюдать? Ну, давай в кодекс. Нам соблюдать? Мы работаем все время, а нам зарплату не платят. Вот вам в порту восточном не платили, посмотрите, восточной пристроительности, не платили зарплату. 120 миллионов зарплаты не выплачено. И вот к вам приходится объяснить. Вы вот конфликтолог, ну, объясните, что нам делать? А вы что? Говорите, что нам делать-то? А правкомы есть у вас? Какие правкомы? Зачем вам правкомы? Там ничего про правкомы в этом пункте, который относится к невыплате зарплаты, не написано. Не надо себя выдавать, что вы это не помните. А куда заявление, что в случае невыплаты заработной платы вы будете вынуждены приостановить свою работу с такого-то, ну, это глупость, это угрозы какие-то. Чего вы угрозы посылаете? В случае не выплачено. Что в случае не выплачено? Ты уже не выплачена зарплата вам два месяца, а вы пишете такую лабуду, что в случае не выплачена зарплата. Вы что, не поняли, что вам не выплачена зарплата? Я запишу, так как... Так как, что дальше? Что вы пишете? На сегодняшний число. Что? Сегодняшний учебник? Заработная плата. Не выплачена, не выплачивается. Так, что дальше? В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с завтрашнего дня. Кого статья номер? Не помню. А я зайду в консультант плюс и все узнаю. Да вот сейчас я вас... Вот и сейчас я вас просил зайти. Вы сидите, сидите. Мы вам назначаем встречу, с которой мы рассмотрим вашу ситуацию. Да я больше с вами разговаривать не буду. Пойду к другому. Вот к нему пойду. Он мне сразу ответил. Я понял, вот надо к вам к старости обращаться. Он знает. Он сидит спокойно, все знает. А что... А вы сидите на первых рядах, ничего не знаете. Приходите завтра, вы подготовите. Ну, во-во-во. Все бюрократы говорят, приходите завтра. А мы говорим через неделю. Да, а мы говорим через... Через месяц приходите. Если зарплата как и не будет, то у меня есть. Знаете, есть такой анекдот. Секретарша говорит директора. Я же вам сказала, приходите завтра. А вы каждый раз приходите сегодня. Ну, так что вы написали? Кому, во-первых, вы написали? Работодателю. Что значит работодателю? Так, слово работодателю? Кому вы написали? Напишу директору. ОАО. Так. Дальше. Пиши текст. Ну, диктуйте. Все внимательно слушают. Что она пишет? Директору ООО «Завод». Ну, давайте, да. Васильеву Николаю Юрьевичу. От. Моя должность тоже. Там, не знаю. Что вы не знаете? Это там сотрудника. Формовщица 12-го цеха. Вот. Да. Кузнецова Виктория Андреевна. Ну, Интера Андреевна. Что пишете дальше? Заявление. Секундочку. Это уже будет заявление или не заявление? О, видишь, она заголовки умеет писать. Молодец. Наверное, это будет все-таки заявление. Или уведомление. Уведомление, конечно. Уведомление. Уведомление. Вот, соображает. Я. Такая-то, такая-то. Да. Еще раз повторю. Да. В связи с невыплатой заработной платы. Да. Могу указать даты даже. Но это вот надо знать. Да. За период такой-то. За такой-то период. В соответствии с статьей кодекса укажете? Конечно. Что делаете-то в соответствии со статьей дальше? В соответствии со статьей кодекса с такого-то, такого-то приостанавливаю свою работу до полной выплаты заработной платы. Что значит до полной? Ну, за должность, типа, заработная плата. Да вообще нисколько ничего не платят. До выплаты, до зарплаты. Да. Зарплату вам должны платить за то время, когда... А вдруг они платят всего лишь 10 рублей? Значит, не выплатили вам зарплату. Да. Если 10, то вам зарплату не выплатили. А если половину? Это же можно считать чисточно. Это и такое есть. А от всех обыкновенных. Не до. Не до выплаты. Вот это вы не выплатили вам зарплату. Выплатили зарплату, когда ваш труд оплачен. Значит, часть труда не оплачена, и все. И все. И дальше что-то делаете? Так, с ней не выплатили. Написали бумажку. Куда идете? Подпись. Да? Иду, отдаю ответственному лицу. Это может быть секретарь, например. Я не буду брать от вас ничего. Я вот секретарша, зачем сидит? Напишите мне. Знаете, как по-японски это называется? Японский язык. Не изучали, нет? Ну, вот кабинет директора. Хадахама. А секретарь директора. Сука, хама. Ну, если она не примет, попрошу написать бумагу, что она не примет. Да не буду я ничего писать. Тогда отправлю по почте. Отправляйте на деревню, дедушки? Нет. На адрес. Каким письмом? Заказным. И все? А вы узнаете, дошло до меня или нет? С уведомлением. О вручении? Да. Что вы все не договариваете? Что я с вас должен вытягивать, как из колодца? Так, ну ладно. Я думаю, что товарищи уже устали. Чтобы не выработать резко отрицательное отношение конфликтологии, консультацию мы заканчиваем. Спасибо. Да, я вас приглашаю на зачет. В следующий раз, в этом же месте. Ну это же время, да. Это праздник. Мы принимаем ваши приглашения. Да. И уведомляем вас о том, что мы будем. Прекрасно. Прекрасно.